Хрупкая Лерочка появилась на свет на несколько месяцев раньше срока. Мария, ее мама вспоминает, преждевременные роды и ребенок весом всего 320 граммов. Младенец умещался в ладошку. По словам врачей, такой недобор веса очень опасен для малыша. Вся семья молилась за жизнь девочки. Я когда увидела, мне казалось, какой маленький котенок, что она похожа на бабушку. И думала, будет жить. Почему-то так думала. Маленькая совсем была. Совсем была маленькая, совсем был котеночком. Так мы ее зовем, котенок. Первые четыре месяца малышка провела в реанимации, а после выписки была постоянной гостьей больницы. Сейчас у Леры проблемы со слухом. Врачи по сей день наблюдают малышку и делают все для ее полного выздоровления. Кря-кря, да, давай уточки глазки посмотрим, уточки давай посмотрим глазки. Сейчас в областном перинатальном центре восемь недоношенных малышей. Все они находятся в специальных инкубаторах для таких новорожденных. Для них важно создать условия, приближенные к внутриутробному состоянию. Благодаря этим технологиям можно спасти новую жизнь. Инкубатор должен создать определенную температуру и влажность для того, чтобы ребенок из утробной матери мог дальше расти, набирать вес, созревать. Врачи говорят, что в среднем за год раньше срока рождается около 75 малышей. Так, в 2023 году выписали 91 ребенка, вес которого при рождении был менее 1 килограмма. Дарья Пастушенко, Юрий Рябчиков. Новости. Сейчас.